всем доброго времени суток с вами артем это специальный выпуск с карима вместе с артемидой чтение книг набралось достаточно много всяких книг у нашей главной героини поэтому давайте собственно говоря почитаем начнем вот самой нижней полки чего у нас тут так мне надо открыть книжную полку посмотреть потому что мы не будем читать на том 3 потому что нас первого нету что у нас есть среди драугров мы берем том 1 танец в огне можно прочитать сбор яда морозного паука ода покорителем тундры монастырь мотылька предка это 3 том это 4 это 3 книга дайдра вот так вот вот такие книги у нас и не собственно говоря поет что-то сделай со второй полки ну ладно хрен с ним итак первая книга которая называется книга дайдра книга талдриф это по квесту надо то то фриду отдать так книга дайдра собственно грани автора ничего азура сейчас сфера заря и закат магия между царстве сумерек известно как лунная тень мать розы и королева ночного неба баэтия час сфера обман и тайные сговоры планы убийств покушений предательства и свержение власти клавикус вайл час сфера дарования сил и исполнения желаний посредством ритуалов и соглашений хермеус мора час сфера чтения потоков судьбы прошлого и будущего небес и звезд он властелин сокровищ и знаний и памяти херсин в чем видение находится охота спор до эдра великая игра погони известный как охотник и отец зверолюдей балакат час сфера покровительства изгнанником и презираемом хранитель верных клятв и кровавых проклятий мир у нас догон час сфера разрушения изменения революции энергия и амбиции мефала час сфера смертным не познана известно под именем предельщицы сетей предельщицы и паучиха известно лишь что она вмешивается в дела смертных для собственного развлечения меридия час сфера смертным не познана связано с энергиями всего живущего хераси молок бал час сфера господства над смертными перебощение их более всего он жаждет поужинать пожинать души смертных и заманивать их свои сети сея семена споров и раздоров царства смертных на мира час сфера древней тьма известная как дух до эдра правитель разных духов тьмы и теней ассоциируется с пауками насекомыми личинками и прочими отталкивающими тварями внушающими смертным непреодолимое отвращение ноктюрнал в час сферы ночь и тьма известно как повелительница ночи ири айт час сфера низшие уровни обливиона известен как надзиратель сангвин час сфера радость жизни и пирушки а также снисходительность к темным ритуалам шиаго рад час сфера безумия мотивы его неизвестны вермина час сфера царства снов и ночных кошмаров из ее царства исходят злые предназнаменования малакат вы обнаружите особо выделенную ссылку на бич благословенный малакатом и предназначены для смертных если коротко там говорится о том что всякий даэдра пытающийся воззвать к силе этого оружия будет изгнан в потоке обливиона из легендарных артефактов даэдра многие хорошо известны как например звезда азуры или ва баше гарата другие менее известны как бич он же молот маккана или погибель даэдра хотя малакат богословил бич для использования против даэдра он не думал что балова попадет в руки даэдра и будет служить инструмента в междоусобных войнах между кайтифами и проклятыми тогда малакат проклял оружие так что если кто-то из земных попытается воззвать к его силе пустота откроется и захватит этого даэдра и бросить его в потоке обливиона откуда невозможно выбраться в реальной и нереальной миры вот так вот вот такие вот у нас собственно гряда эдры так ладненько дальше поехали монастырь мотылька предка монастырь монастырь мотылька предка тоже без авторов для прочтения всем послушникам монастыря орден мотылька предка столь же древний сколе известный мы славим наших предшественников чем души воплотились мотыльках каждый мотылек несет фьюрон души предка примерная перевод этого слова стремление к миру фью фьюрон может быть включен в шелковую нить даваемую мотылькам есть из нее спрести ткань и украсить генеалогической вышивкой нужного предка можно получить одеяние обладающие удивительными волшебными свойствами адепты нашего ордена благословенная пророческий силой мудрость предков позволяет услышать песнь будущего по этой причине только нашему ордену даруются привилегии толковать древние свитки эти письмена не подвластны даже богам как доедра а как аэдра так и доедра такое глубокое проникновение в ткань реальности стоит дорого дорого каждое прочтение древнего свитка открывает все больше и каждый каждое прочтение древнего свитка открывает все больше и каждый ослеплять жреца на все больше период времени наконец жрецу удается почти полностью почти почти постичь смысл написанного однако он слепнет окончательно больше никогда не сможет он читать свитки наш монастырь заботится об этих выдающихся служителях нашего ордена теперь они доживают свою жизнь вместе с мотыльками предков которыми они так привязаны их подземные обитатели хорошо подходит для мотыльков жрецы выращивают и кормят этих хрупких созданий поют им они получают шелк и придут из него ткань они ткут одежду вышивая ее историями предков плетенных в шелк такова их новая жизнь как они заботятся мотыльках предков так и мы заботимся о слепых монахов то время как они трудятся в темноте мы служим им на славу свету им нужна пища и вода мы обеспечиваем им нужны инструменты и мебель мы обеспечиваем им нужны тайна и покой мы обеспечиваем им нужна помощь продажа плодов их труда мы обеспечиваем раньше мы обеспечивали им и защиту много лет назад наш храм прошла пришла гудрун ослепленная пророческими видениями она принесла с собой новые знания предки открыли ей что монахам нужно уметь защищать себя они постоянно тренируются практикуются в искусстве гудрун они мастера фехтования без мечей хера это как будучи послушником ты изучишь школу гудрун ты узнаешь путь мирного кулака ты научишься служить слепым монахом ты научишься давать и возможно однажды ты постигнешь мир мотыльков предков как все сложно у этих мотыльков ладно ода покорителем тундры давайте почитаем чё за ода великий покоритель тундры как смотришь ты со своим могучим зверем на фоне необъятных оранжевых простор а как смотришься ты гром шагов возвещает твой приход человек и зверь вместе прокладывает путь как единое целое полагаясь друг на друга они больше чем просто человек и зверь но равные объединенные борьбой за выживание как же мне охота пересечь тундру следуя за их могучими стопами это было бы для меня величайшей честью мы провели утро собирая краски чтобы нанести их на наших мамонтов и вырезать свилеп свирепые символа на их бивнях тогда подошло во время охоты на злокрысов наши дубины обрушились бы на зловредных красоков и вышибли из них дух мы посидели вечерами у костра я бы славил сидящих рядом песнями об их величии и красоте они бы дали мне вкусить мамонта мамонтового сыра пищу примерскую она столь целебную мы бы перекусили жареным злокрысом пойманных в той самый день а затем легли бы спать под звездами я бы медленно отошел ко сну погрузившись в обволакивающий тело мамонтового меха он защищает от холода и в нем так уютно какое славное то было во время аноним это фантазия какого-то анонима на то как бы он пересекал тундру но на самом деле и он он убили при первой же возможности так письма мы читать не будем сбор яда морозного паука собственно говоря вот так вот мои запасы яда морозного паука практически истощены из-за полученных во время последней встречи с этими смертоносными пауками ран я не могу сам взяться за это дело поэтому нанял тебя сборе яда морозного паука нет особых сложностей но есть некоторый риск я написал это небольшое руководство в надежде что тебе удастся избежать тех ошибок которые допустил я морозные пауки чаще всего устраивают себе логово в пещерах этим тварям не страшен северный климат ибо как следует из их имени холод на них практически не действует когда пауку начинает недоставать пищи он отправляется охотиться наружу однако обычно эти восьминогие твари нападает из засады на тех несчастных существ что забредает в их пещеры в поисках крова легче всего найти гнездо морозных пауков по их огромным паутинам только постарайся не попасться в них поскольку эта паутина достаточно прочна чтобы поймать взрослого человека если ты хоть немного увязнешь в их липкие нити без помощи тебе уже не освободиться также не забывай следить за потолком морозный паук столь же безумен сколь и стремителен и может свалиться тебе на голову и впиться клыками тебе в спину прежде чем ты издашь крик если же тебе удалось обнаружить морозного паука прежде чем тот обнаружил тебя собрать яд будет несложно так как они привыкли что их жертвы обездвижны паутиной их не так уж трудно убить в открытом бою если тебя привлекают колдовские пауки не стоит использовать заклинание холода магия школа огня послужит тебе куда лучше на этом я прощаюсь желаю тебе удачной охоты напоминаю что все найдено в паучьей паутине ты можешь оставить себе чем больше пещеры тем крупнее паук спасибо ясно так среди драугров среди драугров или драугров не знаю как автор бернадетта бантьен коллегия винтерхолда только на седьмой месяц моей жизни рядом с ними они кажется приняли меня хотя вряд ли приняли в строгом смысле слова скорее решили что я не представляю для них угрозы и постепенно прекратили нападение пусть мне и удавалось их сдерживать без особого труда для этого обычно хватает сочетание огненной магии и заклинаний отпугивания нежити признаюсь что к тому времени я уже реально устал от необходимости постоянно быть начеку возможно они договорились оставить меня в покое я так и не поняла ибо звуки которые они издают происходят из такого непонятного чужеродного мне языка что я не могу их воспроизвести не то чтобы записать мне оказалось проще понимать их намерение по движениям и тону криков они каким-то определенным словам обычно враждебность любого существа легко уловить но у этой необычайнейшие разновидности нежити движение и скорость варви варьируется в таких широких пределах что не поймешь бросается ли данный экземпляр в атаку или просто идет по своим делам их намерение выдает только глаза и вынуждена признаться что не одну ночь меня мучили кошмары о горящих во тьме двух точках неподалеку меня всегда интерес ой не так меня всегда интересовало почему древние жрецы драконьего культа настаивали на том чтобы их последователи хоронили вместе с ними на первый взгляд перед нами наивысшее проявление языческого тщеславия утащить своих подданных за собой в могилу но регулярно наблюдая за драуграми я заметила что нечто необычайное каждый день группа драугров каждый раз новая выбирался своих ниш ковыляла до саркофага жреца и распрасывалась перед ним пролежав так несколько часов без движения драугры вставали и принимались за тщательную уборку как будто последователи жреца продолжает поклоняться ему даже после смерти кстати это гипотеза объяснила бы эту ярость с которой они оберегаете его покоя несколько недель потребовалось мне чтобы самой приблизиться к захоронению драконьего жреца шаг за шагом я продвигалась к нему пока сердито к сердито ворчущим драугром вокруг похоже не додела противодействовать моей скромной персоне мне удалось установить вокруг саркофага несколько простых поисковых заклинаний чтобы определить какого рода магической энергии скрыта внутри когда следующая группа драугров пришла выказывать свое уважение к жрецу я заметила возмущение магического баланса а именно несомненный перелив жизненной силы от последователей к их повелителю обалдеть и тогда я наконец поняла что драконий культ имел ввиду под возрождением чего чего и тогда наконец я поняла что драконий культ имел ввиду под возрождением вторая вечная жизнь обещалась лишь тем кто занимал высшие позиции в культе и становился жрецом а низшие должны были отдавать свои жизненные силы и поддерживать вечное существование этих жрецов я не знаю с какого вечного источника они черпают силу но очевидно что каждый драуг несет себе мельчайшую частичку жизни восстанавливая ее по ночам пока покоится в своей нише теперь мне кажется что те гротескные существа которые теперь обитает в курганах при погребении были обыкновенными мужчинами и женщинами и только по пришествии тысячи лет превратились в тех ужасных созданий которых мы видим то есть если бы мы посетили курганы сразу после того как они были построены то могли бы даже не понять что их обитатели мертвы это открытие и вытекающие из него выводы воодушевляют меня я жду не дождусь возвращения в курганы я остановилась коллегии лишь для лишь для того чтобы сделать эти записи и набрать побольше припасов чтобы следующий раз провести под землей больше времени теперь я надеюсь освоить какой-нибудь простейший способ общения с драуграми только представьте что они могут рассказать нам о давних временах скрытых в тумане забвения вот это интересная книга вот это интересно танец в огне том 1 танец в огне глава 1 вогин джарт место имперский город сиродил дата 7 начала морозов 3 эра 397 год кажется строительной комиссии атриуса всегда размещалась в этом внушительном здании через руки служащих и агентов компании проходили бумаги связанные со строительством практически каждого дома в империи особняк был построен 250 лет назад в эпоху правления императора магнуса простое строгое здание расположившиеся на небольшой площади в престижном районе имперского города здесь работали энергичные чистолюбивые юноши и девушки среднего класса а также солидные господа среднего возраста вроде декмуса скотты никто не мог представить себе мир без комиссии и меньше всех скотте если точнее он не мог представить себе мир без себя в комиссии про что-то книг пока не пойму про строительство лорду атриусу все прекрасно известно о нашем вкладе в наше дело сказал управляющий закрывая за собой шторки отделяющие конторку скотте нам известно что ситуация в последнее время осложнилась да молвил скотте последнее время люди лорду ванника стали сильными конкурентами и нам нужно пошевелиться если мы хотим выжить к сожалению это означает что мы вынуждены проститься с некоторыми сотрудниками прекрасно проявившими себя в прошлом но ныне не столь активными понимаю что ж тут поделать я рад что вы понимаете смущенный улыбнулся управляющий пожалуйста освободите от кабинет и побыстрее ха ха он вывел ее скотте стал готовить дела для передачи своему преемнику скорее всего они поручали большую часть их молодому им брали усу так и должно быть решил скотте парень знал как вести дела скотте что его преемник будет делать с контрактами на новую статую святой алесии который заказал храм единого наверное изобретает какую-нибудь ошибку свалит ее на предшественника декомуса скотте и потребует дополнительную сумму для исправления ситуации у меня письмо для декомуса скотте и строительной коллегии атриуса скотте поднял глаза круглолицый курьер стоял его кабинете и протягивал ему запечатанный свиток он отдал парня золото и скрыл конверт судя по неровному почерку ужасной орфографии грамматики а также общему тону можно было точно определить кто был автором письма лиодос джурус служащий покинувший комиссию несколько лет назад после того как его обвинили в нарушение профессиональной этики уважаемый скотте наверное тебе всегда было интересно что со мной случилось и уж совсем ты не ожидал найти меня в лесу но именно там-то я и нахожусь если у тебя действительно есть еще мозги и ты хочешь подзаработать немножко золота для рода для лорда атриуса и себя ты тоже приедешь в оленвуд если ты следишь за политикой ты знаешь что между бошмерами между бошмерами и их соседом эльсвером уже два года идет война вроде бы сейчас все успокоилось и много всего надо перестроить теперь у меня слишком много дел я не справляюсь и мне нужен помощник кто-нибудь из солидного агентства этот кто-то это ты друг мой встретимся с тобой в таверне мамаши паскас фильм месте валенвуд я здесь буду еще две недели если приедешь не пожалеешь джурус по скриптам привези с собой строительного дерева если сможешь что у вас там скотте спросил голос скотте здорово от неожиданности это был им бралиус на его миловидной физиономии цвела такая улыбка что она могла растопить сердца самых жадных начальников и самых грубых каменщиков скотте положил письма в карман куртки личная почта сказал он через пять минут через пять минут я здесь все закончу не хочу вас торопить сказал им бралиус схватив несколько чистых форм контракта со стола скотте у меня только что закончилась пачка а молодежь все бланки растащила а я подумал вы не будете возражать если я возьму несколько парень исчез скотте вытащил письмо и перечитал его он задумался о своей жизни что дело редко ему представила села серое море черный неопредалимый стеной в стене был только один узкий проход внезапно не успев даже как следует все обдумать он схватил дюжину чистых контрактов с золотыми тиснениями строительная комиссия атриуса основанная во императорским величеством и спрятал их портфель где лежали его личные бумаги а следующий день без каких-либо колебаний он пустился приключения он заказал место в караване направляющими валенвуд отъезд из имперского города на юго-восток должен был состояться на этой же неделе у него практически не было времени собрать свои вещи но вот лес он купить не забыл вы должны за это доплатить нахмурился глава конвоя я так и планировал улыбнулся скотте изо всех сил подражая имбралиусом тем же днем десять повозок покинули город и отправились по хорошо знакомым дорога сиродила мимо проплывали прекрасные поля рощи гостеприимные деревушки стук копыт по камням напомнил скотте что дорогу построила комиссия атриуса пять из 18 контрактов связанных с этим строительством прошли через его руки с вашей стороны очень разумно было захватить с собой дерево сказал седоусый бритонец сидевший рядом с ним в повозке вы должно быть торговец каком-то роде сказал скотте надеюсь что это звучит загадочно затем он представился джекумум скотте гриф мелан сказал человек я поэт перевожу древнюю литературу босмеров я занялся исследованием недавно найденных трактатов известных как мнариат плейбар два года назад когда вокруг разразилась война и я вынужден был уехать несомненно вам известно кто такое мнариат если вы слышали о зеленом договоре скотте подумал что незнакомец несет абсолютный бред но кимнул оловой естественно я не считаю что мнариат также известен как ме ай ледион или столь же древен как дан зир гол но мне кажется в нем спрятан ключ к пониманию образом мысли босмеров меритической эпохи причина отвращения лесных эльфов к вырубке собственных лесов или любой строительной еде а растительной еде а также парадоксальное желание импортировать растений других народов как мне кажется связано с отрывком из мнариада мелан зашуршал бумагами в поисках нужного текста к облегчению скотте вскоре повозка остановилась на ночлег они были на ответственном берегу над серым потоком перед ними простиралась великая долина валенвуда только крики чаек напоминали о том что в западу от залива был океан здесь деревья были невероятно высокими и могучими переплетаясь друг с другом морские узлы на утесе неподалеку от лагеря стояло несколько деревьев поменьше всего 50 футов до нижних веток вид это вид этот настолько был чужд для скотте о волнении от возможности скорой встречи с незнакомой дикой местностью были настолько велико что о сне не могло быть и речи к счастью мыл он решил что он встретил другого ученого любителя загадок древних культ он долго долго читал стихи босмеров в оригинале и в собственном переводе схлипывая крича и переходя на шепот там где это было необходимо постепенно скотте начал засыпать а вдруг его разбудил треск сломанной ветки что это было мэлон улыбнулся мне тоже это нравится собрание в злобе безлунного зерцала танец огня здесь на деревьях огромные птицы прошептал скотте указывая на темные фигуры на ветвях я бы насчет этого не волновался сказал мэлон который уже начал раздражать его невнимательный слушатель а теперь послушайте как поэт описывает вызов херма море 18 страфе четвертой книги а некоторые из темных фигур на деревьях сидели как птицы другие свисали подобно змеям третьи стояли словно люди пока мэлон читал стихи скотте наблюдал как тени перепрыгивают с ветки на ветки пролетая огромное расстояние хотя видимых крыльев у них не было они собирались группами а потом расходились и так пока не заняли все деревья окружающий лагерь вокруг а вдруг они камнем начали падать вниз мара закричал скотте они падают как дождь наверное семена пожал пелечами мэлон не оборачиваясь у некоторых из деревьев невероятно лагерь погрузился в хаос повозки пожирал огонь лошади пытались увернуться от смертельных ударов из разбитых бочонков рекой текли вино вода и спирт шустрый тень променкнул рядом со скотте мэлоном с невероятной ловкостью грации подхватив мешки зерном и золотом скотте лишь мельком удалось увидеть это существо когда его озарила яркое пламя небольшая тварь с остроконечными ушами огромными желтыми глазами пестрым мехом и хвостом похожим на кнут оборотень скрикнул он отпрянув назад кет-то и рад поправил мэлон что намного хуже родственники каджетов или что-то вроде того решили поживиться вы уверены также внезапно как и напали существа исчезли спрыгнув с обрыва боевой маг и рыцарь охранявший караван даже не успели как следует проснуться мэлон и скотте подбежали к обрыву увидели как темные фигуры вышли из воды отряхнувшись и исчезли в лесу оборотни не настолько подвижно сказал мэлон однозначно к этой рад чертовы воры слава стендаро они не понимают ценности моих записей это была бы невосполнимая потеря были интересные книги это только первый том это я так понимаю про приключения вот этого человечка который был начальником строительной компании в имперском городе про его путешествия окей окей запомним танец в огне надо второй том где-нибудь найти давайте мы вернем книги который мы почитали так мы почитали вот это на полку нельзя поставить сколько как тут полно места окей так нижней полка чего у нас на нижних заблуждения таласе давайте почитаем испытание свело и святой олесе книга дайдер мы уже читали манимарка король червей 11 том точно читать не будем путеводитель по растениям с карима разновидности до ядра мы уже читали снахождение а эта книга про этого креста связано так тишина утраченные легенды с карима хижина оскок давайте их почитаем ими сегодня закончим первый такой специальный выпуск так поехали заблуждение от таласа заблуждение от таласи автор леонора венатус имперский посредник в альдмирском доминионе всем гражданам империи безусловно известное деяние императора тайбера септима однако данный труд посвящен его божественному завышению в качестве таласа до смерти тайбера септима существовало лишь 8 божеств акатош дебела аркей зенитар стендар маро кинорет и джулианос этих богов почитали продолжает почитать по всей империи и хотя их имена в отдельных провинциях отличаются примеру акатош известен у альдмиров под именем ау 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 риэль а аркея порой называют аркей их всех признают и почитают среди всех рас и культур там риэля но когда тайбер септим отошел в этериус возникло девятое божество талас также известный как из мир для дракон севера человеку которого человеку которого так любили при жизни после смерти стали поклоняться действительно можно даже утверждать что талас девятое божество приобрел еще большую значимость нежели существовавшие до него 88 по крайней мере для людей ибо это был бог прежде бывший человеком и сумевший через великие свершения дачки достичь божественности если это удалось одному человеку не удастся ли другому достичь того же не могу не могут же все люди стать богами так думали мы люди и так продолжали бы поклоняться таласу славе его как величавшего бога героя но это было тогда а можете а живем мы сейчас и сейчас нам известна истина мы заблуждались как граждане империи все мы познали ужасы великой войны и лишь когда был подписан конконрат белого золота соглашение между империей альберским доминионом к нам к нам вновь вернулся мир согласно одному из важнейших положений этого соглашения как прекрасно известно каждому гражданину империи таласа больше нельзя почитать как бога этот указ потряс самые основы империи многие восстали против нового закона в общем то некоторые до сих пор не смирились однако гражданам империи следует знать следующее император согласился наложить запрет на почитание таласа не потому что того потребовал талмар правящий орган альберского доминиона император согласился наложить запрет на почитание таласа потому что того потребовала справедливость сегодня император и сама империя признают что допускает почитание таласа был ошибкой ведь таким образом разрешив почитать таласа как божество империя оказала очень плохую услугу своим людям это привело к лишь к ослаблению памяти о человека тайбере септиме и о многих его выдающихся хотя и смертных деяниях и удалила людей от восьми божеств истинных богов по-настоящему достойной нашей любви и почитания таким образом империя признает свою ошибку заблуждение насчет таласа более не повторится пусть впереди нас ждут века мира и процветания совместно с нашими талмарскими друзьями и пусть наша духовность объединить все народы и раз этом реле вона ночью вон они как отговорились понятно понятно так испытание святой алисе испытание святой алисе и в те дни много лет назад заключила катош с алисе и соглашение он собрал спутанные нити обливиона накрепко связал кровавыми жилами самого своего сердца и передавая это алисе и сказал вот мой дар тебе он означает что пока ты и твой род верны данному обету будут верны обету мой род и я этот дар станет амулетом королей и соглашение будет заключено между нами мной королем богов и тобой королевой смертной так ты будешь свидетельствовать от имени бренных смертных как я свидетельствовать буду от имени сомна бессмертных а катош излёг из сердца своего пригоршню горящей крови и влил в руки алисе и говоря этот это тоже дар мой тебе знак того что и соединена наша кровь и связаны мы клятвой доколе наследники твои будут носить амулет королей будут драконьи огни гореть вечным пламенем как символ верности нашей для всех людей и богов а пока драконьи огни горят клянусь тебе и потомками твоим кровь сердце моего будет крепко запирать волота облилиона и пока сильна кровь дракона в нее правителях величие империи не померкнет но если погасну драконьи огни и не будет наследника нашей общей крови что носит амулет королей тогда поглотить тьма империю и демонические лорды беспорядка будут царствовать на земле из литургии при выжигании драконьих огней вона ночью это кто блин проходил все прекрасно помню на беда какая там случился это вот так а то что леси натворили делов так мини марка король червей мини марка король червей хориклис о артеем священный остров здесь волшебством наполнен воздух и средь домов и меж цветов играет ветер нежный спускаясь зелени холмов под пену вод безбрежных весна под сводами дворцов туманным сладким тает сей остров орден мудрецов от глаз чужих скрывает великих тайны и собраний мужей что славы благород что славно и благородство это видимо стихи на мечтать как стихи с падение риманов когда минуло двадцать дюжин лет студентов пора начала у мудрецов свое учение у первого душа светла 2 мучают сомнения имени марка познавал голубина древних фолиантов он смерти тайны постигал путями некромантов прельстился властью он тогда немил стал ему свет а друг его галереон был добрым дравом славен он оставить темные дела безумца попросил он молвил зло не для тебя и не трать волшебных сил лишь усмехнулся темный маг и удалился прочь принял его холодный мрак взяла в забвение ночь сей грязных помыслов своих продолжим он плести потом в конец почему-то не склады вроде все т т т т т т т т т в рифму 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 а конец 20 потом какой-то непонятный маяковский артем священный остров с бедой справиться непросто хоть жуткой правды лик раскрыт ничтожно было наказание он минимарка был закрыт на остров путь за те деяния а от минимарка был закрыт на остров путь за те деяния и он отплыл на материк разжечь чтоб смерти пламя того кто носит волчий лик вы ковцам отослали хоть восклицал галереон менять решение было поздно не нужно больше слов о нем ответ последовал старейшин наш юный маг не в первый раз у зрелых бессердечность от посторонних скрытых глаз надменны и беспечны наш юный маг не в первый раз решил покинуть артею чтоб до всех свободных рас построив гильдию свою искусство магии донести величие сил древнейших потом не раз поэт воспел благие всходы его дел мир изменил галереон разрушил пси джиков оковы но вскоре тлен увидел он под гнетом тьмы были готовы селенья пасть и города чума грозил этом реле лесам озерам и морям зал чего написано зал кавши крови словно зверем стал безрассудный минимарка над миром власти захотел от колдунов со всех краев к нему стекались подношение младенцев кровь и мертвых тел усохшие останки в кровавый жар разврат отлел отравы яда и поганки всю гадость мира собирал владыка безобразный будь то паук он сеть сплетал в чертогах своих грязных король червей о мини марка он мерзким личем дал рождение безумной жажды разрушения чумой проказы разложением его душой и плоть его отравленные навеки чего-то не так читаю хоть сердце билось у него он не был человеком в прогнившем теле существа по венам слизь бежала в разрез законом естества из-под земли вставала армада падших мертвецов больного колдовства творения проклятие древних артефактов давала сила минимарку узрел тогда галереон беда какая статься может жизнь посвятить поклялся он тому чтоб звери уничтожить и мир избавить от напасти он мага в гильдию покинул чтоб про забли что прозябала в круг глупых распрях пока чума грозила миру пиздец как вы сложные стихотворения на север он дружину двинул согреть чтоб горы битвы жаркой в краях червей и разложение случилось страшное сражение галереон возвал пред тем король червей сдавайся как и положено тебе в могилу возвращайся ужасным хохотом ответ в ущелье отозвался ты первый неразумный дед могилу отправляйся схлестнулись маги в тот же миг со скверно темным порождением огонь и лед сей край объяли и в страхе горы задрожали разрядов молний хоровод кружился в танце диком бурлил огонь водоворот плетение сил великих по зову тьмы тела бойцов из пепла поднимались и в пепел вновь пылу в боёв безумно возвращались нет счета душем что в ту ночь во мгле навек пропали галереон непобедимый как будто лев неукротимый сражался с нежитью ордой неистово и смело и сердце яростью святой в груди его горела свет привнося во мрак теней сей маг не устрашился в момент когда король червей из логова явился и показал свое чело свой жуткий лик досель незримой раздался богомерзкий крик и пасть безумная разверзлась и с каждым выдохом своим проклятие зарыгая и воздух искажением сил зловоним наполняя луну и звезды погасил мил мир погрузил во тьму он бился не жалея сил но все же пал в бою король червей покинул мир он в небытье навек низвергнут избавлен мир от мерзкой скверны и некроманты прочь бежали забыв забрать во тьму с собой червя проклятые творения что с той поры нашли покой под магов строгим соблюдать наблюдением с тех пор не меркнет яркий свет что магией зажжен хотя прошло немало лет почил галереон но память о его деянии хранят истории скрижали и все же темными ночами когда весь город засыпает когда луна на небе спит безмолвной тишине и лишь на кладбище огни колышутся во мгле друзья мои в тот час ночной одной лишь мысль лилейте что после смерти ждет покой молитесь и надейтесь что власти короля червей никто из смертных не познает какое сложное стихотворение но на безумно интересное про первую так скажем создание некромантов про создание гильдии магов про то как это все начало противостояние как был побеждена собственно говоря тима и некроманты были изгнаны из этих земель и собственно говоря вот так вот давайте на этом стихотворении на этом очень эмоциональном стихотворении мы с вами сегодня закончим потому что у меня уже пересохло горло столько много читать в общем первый такой специальный выпуск чем их чтение книг подходит концу если интересно ставьте лайки кому не интересно те естественно все будут пропускать и ждать обычные серии но на сегодня всем спасибо кто смотрел кто слушал всем удачи всем пока